Итак, почему у человека... А, какие были вопросы, которые были на протяжении года? Итак, первый вопрос. Этот вопрос звучит так. Когда на меня влияют люди, которые находятся вокруг меня и подавляют меня, я чувствую неприятные ощущения в своем энергетическом теле, и это проявляется в моем физическом теле. Итак, первое. Когда есть человек, и этот человек начинает на вас влиять, на какие он центры влияет больше всего? Итак, он влияет на вторую чакру, на четвертую чакру и на шестую. На вторую влияет чакру, то есть он хочет забрать у вас деньги или хочет, чтобы вы отдали ему деньги. Или он влияет на четвертую. Вы хотите, чтобы он отдал вам чувства или хотите, чтобы он не забирал ваши чувства. И на шестую влияет. Он хочет отдать вам свои мысли, но вы не хотите принимать мысли. И получается скомканность чувств, скомканность мыслей и скомканность энергетического центра второго. И вот что происходит. Человек говорит, я хочу, чтобы ты делал или делала именно так, как я сказал, и никак по-другому. Или у меня нет денег, а я хочу, чтобы ты отдала. Или вам говорят, я хочу еще работать, а вы говорите, я больше не хочу, чтобы ты работал. И это вызывает в вашем теле негативные состояния. Это по-другому называется энергетическая скомканность. И что же с ней можно делать? Итак, в случае, если вы ощущаете скомканность на уровне второй чакры, четвертой чакры или шестой чакры в голове, вы должны в этих местах представить золотинку, которую скомкали. И после этого на вдохе выполнять практику разравнивания золотинки в середине живота, груди или головы. Таким образом, представляя, будто у вас есть скомканность золотинки в животе, в груди или в голове, вы можете убирать не только негативные состояния, которые, еще раз хочу сказать, возникли из-за того, что кто-то на вас повлиял. Каким образом повлиял? Смотрите, вы не хотите подчиняться, но кто-то заставляет, чтобы вы подчинились, несмотря на ваше собственное внутреннее мнение. Когда чужая энергия входит в середину вашего энергетического котла и вы ее принимаете, то в вашем теле происходит вот такая скомканность на уровне ваших энергетических центров. Поэтому в случае, если вы будете проводить обряд с золотиночкой и представлять, будто вы ее разравниваете на уровне груди, на уровне головы или на уровне живота, то это улучшит ваше общее энергетическое состояние. И вы это сможете очень быстро ощутить. Каким образом? Сразу же происходит выравнивание общего состояния, выравнивание нервного состояния, появляется великолепное энергетическое состояние. В случае, если у вас не везет в жизни с любимым человеком, я рекомендую каждый день представлять золотинку, скомканную в груди и по несколько раз в день данную золотинку разравнивать. После того, когда вы будете золотинку разравнивать, у вас появится выровненное состояние и вы начнете более стабильно себя ощущать. И у вас появится человек, который начнет вас любить и вы найдете в итоге того человека, с которым соединитесь своими жизнями и проживете сознательную жизнь. Очень рекомендую, очень интересный метод. Но бывает и так, что человек на вас давит и у вас ваши мысли производят вот что. Заслуженно или незаслуженно вы начинаете внутренне возмущаться. И вы, наверное, иногда замечали, что после того, когда человек начинает на вас давить, это может проявляться в виде того, что у вас появляется упадок сил. Скажите, у кого такое было, что после разговора с человеком, который является более энергетически мощным, чем вы, у вас появляется упадок сил. Те люди, которые живут рядом со мной, очень часто чувствуют упадок сил, потому что энергетически сильный человек и могу очень сильно ломать людей. Поэтому я стараюсь максимально сдерживать себя, чтобы не разрушать тех людей, которые рядом. Конечно же, огромное спасибо им за то, что они умудряются от меня терпеливо переносить. В целом я понимаю, насколько этим людям где-то не везет. Тем не менее, энергетически скомкать могу конкретно. Сам я скомканность не ощущаю больше 10 минут никогда в своей жизни, потому что умею выполнять ту практику, о которой я вам сейчас скажу. Итак, в случае, если вас скомкают, то вот что происходит. Итак, у вас ломается, и дальше вы можете идентифицировать бесконечную скомканность свою. Итак, если вас скомкают люди, которые находятся рядом с вами, то у вас появляются боли в суставах, боли в позвоночниках, боли в позвоночнике, боли в шейном отделе, головные боли. Это говорит о том, что кто-то без конца на вас энергетически воздействует. Возможно, не энергетически, а психоэмоционально. Выглядит это так. Обижается человек. Или, допустим, там говорит, я так не хочу. А вы начинаете думать, а я хочу, чтобы было так, как я хочу. Но все равно подчиняйтесь и выполняйте то, что человек... То есть вы подверглись элементу бесчувственной манипуляции. То есть там кто-то плачет, и после этого вы говорите, ну хорошо. Или там кто-то обиделся, и вы говорите, ну хорошо, пусть будет так, как будет. Это все приводит к тому, что вот эта манипуляция, она комкает ваш энергетический кокон. То есть он большой и круглый, и его вот так комкает, и он становится такой же, как бумажка покомканная. Итак, какой мой совет? Что же вы можете сделать в этом случае? Скажите, то, что я даю сегодня в новогоднем семинаре, это интересно и полезно? Итак, а что же нужно сделать в тот момент, когда вы почувствовали такую скомканность? Выполнить вы должны потягивания. Вы должны поставить ручки и потянуться в разные стороны. Вот таким образом в одну сторону, вверх ручки, вниз. Вы должны стать на носочки и потянуться вверх. Таким образом у вас происходит раскрывание покомканного энергетического кокона. В случае, если у вас скомканность происходит на уровне груди, то для вас очень хорошо делать еще и выгибание назад со вдохом. И после этого разравнивать грудь назад и выгибаться. Тогда ваш энергетический кокон выравнивается на уровне вашей четвертой чакры. Вот поэтому очень часто применяемые в йоге системы растягивания или системы улучшения пластичности или эластичности помогают человеку что сделать? И давайте вместе скажем. Это помогает человеку разровнять энергетический кокон и сделать так, чтобы воздействие на кокон было полностью уничтожено. Это возможно до того момента, пока энергетически эта энергия не проникла в середину энергетического кокона. То есть, если вы сейчас, допустим, подверглись насилию энергетического кокона, то у вас падают силы, опускаются руки, вы начинаете чувствовать зевание, а также у вас появляется падение энергии. В этот момент вы должны знать, у вас произошло сдавливание энергетического кокона. Вам в этот момент нужно обязательно разровнять его путем потягивания. Поэтому для вас самое лучшее, это встать на носочки, потянуться вверх, встать на носочки и поставить ручки влево-вправо. Единственное, что не крутиться. Почему? Вы должны это сделать в шести направлениях. Я очень рекомендую это делать так. Потянуться вверх, после этого сесть боком, потянуться вверх, сесть следующим боком, потянуться вверх, и после этого в конце лечь на живот и потянуться вперед и назад. Таким образом, вы можете полностью разровнять свой энергетический кокон. В случае, если вы вечером очень уставший, это говорит о том, что на протяжении дня было огромное количество влияния на энергетический кокон, на вас смотрели, вы о чем-то думали, и вероятнее всего энергетический кокон чувствует себя плохо. Энергетический кокон очищается автономно без вас. В случае, если вы ложитесь и спите, тогда все, что находится как влияние в энергококоне, входит в ваше тело или в ваше сознание, или же перегорает в астральном мире, который возникает ночью, когда заходит солнце. Тем не менее, для того, чтобы этого не было, вы можете прийти вечером, и для того, чтобы расширить свой энергетический кокон, или даже не расширить, а очистить, разровнять его, вы должны просто потянуться руками и ногами, лежа, после этого стоя в шести направлениях. Сразу же появляются внутренние силы, и мы начинаем чувствовать себя легче. Не забывайте об этом, выполнить это очень несложно. А если с утра встаешь разбитый, аналогично выполняйте то, что я вам сейчас рассказал. Субтитры создавал DimaTorzok